Всем привет, вы на канале EllenPlaysGames, меня зовут Лена, продолжим сегодня играть в игру The Planet Crafter. А пока все собираются, моя благодарность спонсорам, донаторам, модераторам канала и всем подписчикам и зрителям. Субтитры подогнал «Симон» Всем привет, хорошего вечера, плена приятного стрима. Да-да, всем привет, Роман, Леонид, Кофе, Ирина, Пух. Кто у нас в чате еще уже сразу сейчас? Иван, Фокусник, Кристина. И всем, кто нас будет смотреть позже, возможно, на Ютубе, а может быть и здесь, как знать. Приятного просмотра, хорошего настроения. Перестроила я, как и обещала, немножечко базы, чтобы было уже покомфортнее нам тут находиться. Сейчас покажу. Индекс терраформации у нас 1,42 МТА. Поставила в единственном числе пока этот ядерный реактор. Здесь закруглила я. Кстати, появились вот эти вот полукруглые комнаты. Сразу они идут с вот этим вот остеклением. Приятно выглядит все это. И поставила вот эти вот две комнаты, которые производят кислород. Надеюсь, видно и слышно хорошо. Голосового Чанбот уже проверили. Огромное спасибо всем, ребята, за залив куманы в ракету. Сейчас немножечко еще человек подойдет, и мы нажмем на кнопочку запуска ракеты. Ну и склады. Длинные ряды шкафов, это всегда приятно. Задача на сегодня достичь, как минимум, стадии жидкой вода. Попробовать найти, если получится, осмей. Для того, чтобы поставить экстракторы руды, как мне уже сообщили, в этом раннем доступе игры. Теперь при помощи экстрактора руды можно добывать и ириди, которые нам очень понадобятся для создания и нагревателей, и для запуска ракет. В общем, также и алюминий можно поставить, чтобы добывался. Но по-прежнему шансы добычи этих минералов не очень высокие, но тем не менее сейчас они хотя бы есть. Когда мы играли в пролог и ранний доступ этой игры в бета-тесте, там их можно было добывать, только запуская ракеты, вызывая метеоритные дожди. Ну, это про иридии и тот материал, который нам еще тоже очень понадобится, уран. Но уран по-прежнему никак, по-моему, на планете добывать нельзя, но посмотрим. Может быть, по-находить можно будет в каких-то ящиках. Всем привет, кто присоединяется сейчас, про каких вы там котеек, кофе, хвастается своими котейками, да? Надо ли заливать ману сейчас? Да, надо, конечно, заливайте. Мы на этой неделе, надеюсь, опять сможем запустить ракету, вот эту вот, которая сейчас за 200, ой, за 150, а следующая потом будет за 250. Нет, сейчас за 100, уже половину залили. Отлично. Мне еще накинули ракет за выполнение заданий нового стримера, так что у меня их теперь есть три. Вот это будет четвертая, на этой неделе можно запускать одну за другой, просто буквально подряд. А сейчас немножко еще подождем, пока наши постоянные зрители подойдут, и тогда отправим. Что ж, тогда надо брать что-нибудь с собой, значит, воду, кислород, и идти разведывать дальше территорию на поиске вот этого самого Осмия. По дороге, в том числе, собирая нам постройку жилого отсека железо-титан, железо-титан-кремний. Пойдем мы тогда вот в ту сторону сначала, может быть, там будет, помним, что когда мы играли, там что-то было, посмотрим, как теперь. Не забывайте нажимать на кнопочку «Отслеживать», если у нас появляются на канале новые какие-то зрители. А также присоединяйтесь к нам в Дискорде и к каналу нашему на Ютубе. Все ссылочки на кликабельных баннерах под окном просмотра имеются в наличии. А если захотите поддержать канал, то там на баннерах тоже есть способы. В чате иногда тоже бот нас линкует эти способы. Да, вон там ящик есть. Сейчас мне надо железо и титаны, в том числе еще железо на то, чтобы там поставить ящик наверняка. Будут ресурсы многочисленные там, в той пещере, про которую я помню, что она там была. Ну и, разумеется... Ну вот, да, Ириди нам тут подсунули. Так, ящик мы тоже разберем, чтобы знать, что мы здесь были. Все это сделали, забрали. И пойдем дальше. Ну, эта игра в раннем доступе, в ней было приятно играть и, собственно, в бета-тесте и сейчас. Но она так специфически выглядит, скажем так. Как видите, да. В общем-то, накинута текстура, так сказать. Но это инди-разработчик, поэтому ожидать чего-то прям сверхъестественного от маленьких студий не стоит. Главное, чтобы сам геймплей приносил какую-то радость и удовольствие от процесса. Да, в эту пещеру мы можем зайти, так что тут срочно ставим себе жилой отсек. Повис он у нас в воздухе, мне это не нравится. Еще раз попытка номер два поставить его как-нибудь более вменяемо. Или все равно он в воздухе хочет висеть? Хочет он висеть в воздухе, ничего не поделаешь с этим. Спасибо огромное, присоединяйтесь, Виктор. Тогда тут нам нужен большой, прибольшой шкаф. Мне очень интересно достичь стадии, когда появятся насекомые. Мы помним о том, что играла, когда я в раннем этом доступе на бета-тесте, то не было ничего дальше, чем вода. Интересно, как это все реализовано. А так, по большому счету, я пока существенных изменений не вижу. Кроме того, что добавились, конечно же, еще какие-то у нас технологии развития, которые можно тут открывать. Так, вот этот агрегат мне нужен здесь. Пусть стоит. А дальше разберемся. Кислородную берем одну с собой и пойдем добывать. Смотрите-ка, здесь лежит и Ириди, в том числе. Это прекрасно. Это значит, что... Я надеюсь, они тут не поменяли. Тот АСМИ должен был быть, если я ничего не путаю. А сейчас здесь Ириди лежит. Черт возьми, а может здесь и нету никакого теперь осьмия. Или есть? Вон он есть, есть. Да, тут еще лед, не растаявший. И что, у нас с самого начала начинает проблема быть какие-то с трансляцией, да, ребята, опять, да, прям со старта задержки пошли. Ну, если так и будет продолжаться, будем надеяться, что изменить... Ну, и сирота тоже есть, изменения какие-то произойдут. Это, конечно, печально осознавать все, но деваться нам некуда. Пока еще можно, конечно, вернуться на YouTube в плане продолжить пока там. Может быть, даже вот, собственно, в апреле мы этим и займемся. Здесь мы застолбили себе канал. И уже вот, либо сегодня, либо завтра будет третий уровень. Но это ни на что особо не влияет, кроме там внутренних каких-то настроек. У нас тут семена, иридивый стержень, самородок, биопластика. Все пригодится, заберем. И если здесь пока тоже ни монетизации нет, ни, собственно, вот, качество трансляции доступного, постоянно, я имею в виду, беспроблемного, может быть, вернемся. Хотя по картинке, конечно, здесь симпатичнее все это, но тоже не без проблем. Поэтому надо будет делать выбор. Будем его делать все вместе, разумеется. У нас в Дискорде, я думаю, мы порешаем это все. В первую очередь, конечно же, я буду опираться на мнение наших постоянных зрителей в этом вопросе. Так что на днях будем тогда думать и решать, что делаем дальше. Маленькие пролаги вначале обычно так и бывают, но у меня показывает, что опять туда-сюда скачет. Хотя у меня, от меня идет нормально все, а вот типа на приемку пролаги какие-то у них постоянные. Не знаю, ребята, если кто-то смотрит других, другие каналы здесь, ну просто даже когда вы там, может быть, фармите ману там, есть тоже такие сложности у кого-нибудь еще? Или это только меня затронуло? Было бы печально осознавать, что это касается только меня. Ну, вроде как по проверке качества соединения у меня пишет, что все в порядке. Я вот сама вижу, что время от времени затыкаются и идет подгрузка. А за счет этого мы, получается, с вами теряем секунды на те, которые в трансляции идет задержка. Ну, то есть начинается с задержки тогда. Через некоторое время я, конечно, смогу нажать на кнопочку. Стоит при 100. Ага, вот что он нам тут пишет. Ясно, лед растает позже. Цветочный горшок получен новый чертеж. Уж, кстати, у нас таких не было тогда, а теперь будут. Знаете, вот это все тоже соберем. Ну, иредия тут нам, конечно, кидали неплохо. Картинка в 360 отличная. А других стримеров я смотрю на 144, говорит Роман. Да, здесь, конечно, качество именно самой картинки намного лучше, чем на ютубе. Даже в небольшом разрешении. В этом отношении, да, все в порядке. А вот с общим качеством что-то какие-то косяки. Иногда. Я думала, что это только в субботу и воскресенье, но, как видите, сейчас они тоже у нас происходят время от времени. Ох, у меня там за стеной начали дрелить стену, ребят. Не знаю, как вам слышно или нет. Но, опять-таки, все, это неизбежно. Придется терпеть. Сюда надо будет прийти еще разочек, да, нам? Так, кислород есть, добегу. О, с ней самое главное мы забрали. А нам не слышно дрель. Ну и хорошо, микрофон у меня, в принципе, должен, ну, он так настроен, что не должен сильно пропускать все эти посторонние шумы. Но мне просто очень слышно. Он не то, что постоянно это делает сейчас, но есть такое дело. Привет, Елена, Сан Саныч и всем, ребят, кто присоединяется, огромное спасибо за заливку маны. Через минут 15-20 будем запускать ракету, думаю. Люкатор говорит, а мне слышно мой чайник? Мой чайник же слышно, Люкатор. Берсерк, Алекс, привет. Сегодня граундед не будет, да. Граундед будет, скорее всего, завтра. Или завтра у нас будет Гринхелл. Да, завтра у нас по плану Гринхелл. Граундед будет чуть позже, ребята. Там просто должны выкатить разработчики. Следующую часть обновления Гринхелл, которая должна быть бесплатна. Так что посмотрим. Эта игра пока выглядит довольно пустой, в том плане, что нету никаких у нас здесь, кроме потребностей в еде, в воде и в кислороде, никаких других потребностей нет, никакие у нас ни температурные, ни влияние какого-то вот сейчас якобы тут все поменялось, все такое стало страшное, темное, странновато немножко выглядит. Ни на скорость, ни влияние, ничего нет вообще. И я боюсь, что она такой же и останется. Но, тем не менее, вот сам процесс терраформирования тут интересный, что мы имеем возможность изменять, по крайней мере, всю эту среду. Так вот, Иридия мы натащили. Сортируйли, она называется сейчас процесс этот весь, да? И мы пойдем ставить тогда вот эти штуки. Для этого нам нужны иридиевые стержни, суперсплавы, алюминий и титан, и по два осмия, да? Раз, два, три, четыре. Солнечная панель равно. Красота. Угу. По одному поставлен на алюминий и в пещеру Иридия. Берсер говорит, я с ютуба первый раз на друга. Я там на тебя подписан. Спасибо огромное, что присоединяйтесь к нам и тут. Если будут какие-то вопросы по тому, как устроена эта платформа, под окном просмотра есть баннер с инструкцией. Там довольно подробно все написано, кликабельно меню. можно найти ответ на все вопросы. Я сходила, кстати, за суперсплавом и добыла его специально, чтобы он у нас был. Вот. Серу, серу, серу. А где у меня будет серо? Ладно, пусть у меня будет серо здесь. Ткани у меня много не будет явно. Так, и тогда, значит, алюминий есть. Два суперсплава есть. Иридио и стержни. Один есть. И... Шесть, семь, восемь, девять. Это еще тогда один. Титан. И что там еще? Железо? Нет. Железо не нужно. А у нас, собственно, жидкая вода, да? Дождь. Жидкая вода пошла у нас скоро уже будет. А дожди мы уже... К фазе дождей мы уже прибыли. Так, да. Стержень и видео. А здесь, что нам нужен, тоже и уран. Поэтому пока ракеты мы запускать не будем. И ракетный ранц тоже мы пока сделать не сможем. Есть вероятность здесь, кстати, найти вот сразу готовый ракетный движок. Где-нибудь там, но... Тоже не так быстро это возможно, я думаю. Где-то можно найти. Съесть немножко и... Еще раз проверяю, все ли у нас хватает. Дождь уже есть, но лед по-прежнему не тает. Так что тут... Условия какие-то физические константы немного другие явно, чем у нас на планете Земля, к которой мы привыкли. Какой-то тут такой космос непонятный. Привет, Костян, ребята, алюкаторы и всем, кто присоединяется. Так вот, теперь, когда мы эту конструкцию ставим, она нам должна показывать, будет ли здесь добываться... А, она у нас питается, кстати, получается, от всех тех, которые там, да, находятся. Да, он нам будет добывать риди. Вот они добавили вот эту иконочку, которая показывает, что в этом месте у нас будет добываться. Но не только самый риди, будет добываться и все остальные тоже, но... Так, я ее так криво поставила. Дайте мне развернем тогда. А если я поставлю прям вот здесь, будет ли он работать вот в этом месте? Тоже мне очень интересно. Сейчас мы посмотрим. Вот если так, я его тут поставлю. Да, в этом месте он тоже будет добывать. Просто поближе сразу в это место поставила, да. Ну и что тогда нам нужен? Хорошо, поставлю второй на алюминий. Просто для примера, смотрите. Если мы ставим вот здесь, то в этом месте он будет нам добывать в основном железо. А если поставить прямо на кобальт, то... то все равно железо. Значит, это все-таки не от кусочка, так сказать, от того, на который мы ставим. Потому что я там тоже просто в пещеру поставила, и все на этом. А именно, получается, это зависит от просто места. Вот так вот он можно обозначить. Привет, фокусник, паффин кафе, привет, спасибо огромное за каст. Маны, Шипадел, Грай и всем, ребят, кто присоединяется. Версек пишет, мне не сильно эта платформа нравится, видео не посмотреть. Это только стриминговая платформа. Здесь, разумеется, нет ни новостей, ничего, это просто стримы, да. Она позиционирует себя исключительно как стриминговая платформа. Мне это тоже не нравится. Мне, ну, в смысле, как не нравится, я это понимаю, но YouTube мне тоже намного-намного приятнее. Но в связи с сложившейся ситуацией, будет ли нам доступен YouTube, никто не знает. И как долго. Пока доступен, хорошо, а дальше будем посмотреть. Так. Я приперлась сюда, и мне здесь надо сделать себе бутылочку воды. и выпить ее, да. Дальше я тут оставила специально, когда бегала, собирала алюминий, оставила специально ящик золотой. И не лутала его для того, чтобы показать его местоположение, что он тут есть. Мне писали, что в этой зоне алюминия есть где-то прям целых три ящика. Но я не знаю, где они. я видела только один, и то сейчас не факт, что я его найду просто так, потому что оставит-то я его оставила, а вот в каком он месте остался? А, вон он. Вот он, вот он. Да, тут еще есть тиридивый урановый стержень. Вот это хорошо, и мы сможем поставить себе еще урановый, ну, в смысле, ядерный. Ядерный реактор. Где тут еще золотые ящики? Мне писали, конечно, но я просто не все облазила, потом будем бегать еще смотреть, может быть, еще найдем. Я хочу посмотреть, как можно ближе, получается, к точке, где мы входим в эту локацию, будет ли у нас алюминий добываться здесь, чтобы далеко не бегать туда, вот к этому. к самому этому ящику. Ну, не ящику, а к комнате, которую я поставила. Вот если мы его вот где-нибудь здесь забабахаем, будет ли он нам тут добывать или не будет? Сейчас мы глянем. Да, будет он здесь добывать алюминий, тогда, может быть, еще ближе. Экономия должна быть всегда, во всем. Так ведь, еще ближе. Да, в этой зоне он нам будет добывать алюминий. Что у меня там осталось в контейнерах? Пойду гляну. Заодно кислород. Посмотрим. Нету тут ничего хорошего, но в том плане, что эти ресурсы мне, конечно, тоже пригодятся. Так. Где банка? На всякий случай. Что-то забираем железо. Нужнее всего всегда. Хотя теперь нам эти два будут их добывать. Я думаю... Так, ладно, тогда забираю. Вот так вот. и лед тоже. И лед тоже. Все, возвращаюсь. Мне как-то вот я тут ходила, показалось, что вот там вот, вот видите, вот там вот есть явно то, что не было, ничего не было в прошлый раз. и эти места хотелось бы поисследовать, но по-прежнему надо накапливать. Накапливать индекс троформации. Исследовать. Желательно, конечно, уже бы ракетное эти двигло сделать, и чтобы ранец был для полетов, было бы удобнее намного. А так, в общем, вот стройка мне нравится, как здесь выглядит. Прям, прям красиво. Чуточку бы текстурных решений было хоть чуточку как бы побольше, чем просто вот такие грубые углы. Было бы намного симпатичнее в этой игре, конечно. Но есть как есть. А мы должны поставить вот эту штуку, да, две бутылки воды, три суперсплава. Сортируем. Не то. Лед, я помню, надо копить, поэтому на всякий случай собираю, чтобы был. Где кремний? Сюда. растения накапливаем. Будем потом их тут распылять во все стороны. И ридевые. Оставляем алюминий, да. Это такая ракета, по-моему, которую можно поставить тоже, да. Мне, кстати, сказали, что экраны можно ставить один над другой. И я бы, пожалуй, попробовала осуществить. Ну-ка, давайте сразу затестим, правда ли это. Да, смотрите. Это правда. Вот так вот можно их поставить. Единственное, что он получается, немножко тут торчит доступ и туда и сюда нормально осуществляем. Ну, это если нужно экономить. Я, конечно, не вижу смысла в данном случае, потому что у меня тут все есть. Правда, все вырубилось, потому что что? потому что нет энергии, не хватает. Мы подрубили два экстрактора и все, все накрылось. Но сейчас поставим две бутылки с водой и суперсплав. Суперсплав я добывала там же, где и в прошлый раз. То есть это вот то место. Вот второй этаж вот этого места лабиринт, который называется у нас тут внутреннее название. Ставим ядерный реактор. Второй. Все должно, теперь должно все запуститься и работать. Да. Лена, ты в Номанская не играла? Играла. Да, и на канале на ютубе плейлистов Номанская штук, наверное, 5. То есть все все экспедиции пройдены. Пройдена сюжетная часть. И там по обновлениям тоже по всем посмотрели в прошлом году, которые были. Так что да. Разумеется, эти игры нельзя сравнивать вообще. Это песочница, вернее, это не песочница, Номанская эта песочница огромная, огромная, преогромная, которая в развитии уже много лет. Эта игра только сейчас появилась в прошлом году, вышла в ранний доступ, и это тоже первая стадия ее развития. Если она получит хорошие отзывы зрителей, игроков, то может быть она тоже будет развиваться и дальше. Здесь ничего такого особенного нет в ней, просто сам процесс стройки и треформации планеты. Все. Больше тут нет ничего. но как такое спокойное времяпровождение она очень даже по-моему хороша. Так, 45. Что у нас тут по энергии? 33 доступно. Что у нас меньше всего добывается? Сейчас кислород полетел, кстати. Тепло, да? На тепло мы можем забабахать теперь вот такие нагреватели, но для этого нам нужны иридиевые стержни. Мы пока иридии попридержим. Пусковую платформу можно поставить какой-то у меня тут еще не был вот этот вот экран картографирования. Мне бы не мешало создать, да? Для этого нам нужен микро-чип компас. Кремний магний 2 алюминия. Алюминий есть. Делаем. Железо кремний. Куда мы вот два друзьям? Сюда. Можно попробовать, главное, чтобы он нам не перекрывал тут. Стадии, да? Он будет перекрывать. Но неважно, это прошлый этап, поэтому тут под определенным углом будет нормально. На орбите нет спутника. Отправьте картографическую ракету в космос, чтобы получить сигнал. Вот, этим мы сейчас тогда тоже будем заниматься, да? Для этого нам, собственно, и надо тогда ставить пусковую три сплава, три титана и три железа. Так, давайте тогда вот эту штучку поставим. ракета. И у меня такая золота еще одна тоже есть. Пить воды, три сплава, три железа, три титана. Угу. Еще поесть надо. А что у меня тут есть поесть что-нибудь? кабачок. Надо больше ставить этих тоже для выращивания. Фасольку. Кабачок оставляю. Не помню, там кабачок нужно было или что-то другое, но посмотрим. Так вот, где у нас тут пусковую забабахаю? Где-нибудь здесь же, наверное. Абрезыч? Да, тоже играла в Абрезыч. Вы посмотрите на канале очень много всяких разных игр. Что там? Роман говорит, а когда это мы успели сюжет Номанская пройти? Мы же не прошли. Ну, нам осталось там только пролететь в ядро. И я считаю, что сюжет пройден. Потому что туда не хотелось мне лететь, а так-то в общем-то все уже там, да. как по мне. Но видите, у Романа другое мнение. А это значит, что возможно через какое-то время я вполне вероятно буду играть Номанская еще раз. Так, где у тебя лестница? Покажи мне. С какой стороны? Вот так. Ну, давай. Опа. Вырубили все, что можно было вырубить. Потому что энергия. А сколько он жрет? Сколько он жрет энергии? 55. Сколько нам надо? Минус 371, 348. Ну, нифига себе. Чем мы сможем ее? Уже с половиной всего-навсего. урановый стержень, бы, а у нас нету столько, конечно же. Тогда придется сейчас что-то либо вырубать, либо ставить. Так, здесь у нас железо, магний, кремний, кобальт 19. Вот две таких нам надо, да? Алюминия 2. Кобальт 4. Кристина говорит, а мне на Мэнскай хватило. Кремний, магний. Я думаю, что мы будем в него играть тогда, когда еще появятся какие-то обновки такие существенные. По два надо кремния и магния. Потому что я тоже пока наигралась в него. надо очень ровно ставить, чтобы было красиво, да? Раз и два. Солнечные панельки, чтобы стояли. Так, что-то оно. Запустили, питание восстановлено. так. Что у нас здесь? Для притяжения астероидов ракета с защитой от магнитного поля иридевые астероиды. Вот это какие? Урановые астероиды. А это спутник, собственно, ракетный двигатель. Сюда еще один микрочип компас и два суперсплава. Пойдемте сделаем. так, ракетный двигатель, да? что там на него надо? Два урана и суперсплав. И это пока все, что мы сможем сделать. Может быть, тогда урановый нам сначала надо. А что там на урановый? потому что и уран мы по-другому не найдем, но только если бегать тоже по всей карте и искать. Так, еще раз иду смотреть. Надо было записать, а я... Урановый ракетный, два суперсплава, три кобальта. Секундочку. Записываем. Меридиевая. Не знаю, пока надо или не надо будет, но тоже. получен чертеж, подпись. Это какие-то, видимо, можно внутри базы ставить обозначение, да? Ладно. Тогда сначала все-таки... Тут у нас стемнело внезапно как. Сначала мы будем запускать тогда иридиевые, иначе нам не... Ой, не иридиевые, для вызова метеоритов. Иначе не хватит нам. Иначе нам не хватит. Да. Ракетный. надо утро ждать, красиво все это было, и потом, когда она будет лететь на нас, чтобы было видно, и мы в это время тоже запустим ракету. Как вам план? 2, так, здесь и есть, и 3 кобальта. Кобальт вообще, кобальт отсутствует, надо пойти набрать. Я, кстати, могла поставить еще чашу себе для сбора воды, но и разбрасыватель травы уже тоже появился. Но у нас мы пока ограничены. Что надо делать? Еще и ядерный реактор, да. Кобальта надо набрать. Есть ли в этой игре фауна? Нет. Эта планета абсолютно... здесь ни флора, ни фауны. На ней только минералы. Наша задача как раз-таки терраформировать ее для того, чтобы она стала пригодной для жизни. И тогда, возможно, здесь появится, можно будет завести и распространить в том числе и какую-то животную жизнь. У нас получается, что стадия по-моему, то ли мох, то ли трава, она также должна в себе содержать и насекомых. для распространения жизни. Так что, рано или поздно тут, я надеюсь, появится анимация в том числе всего этого. Очень хочется бабочек, жуков, там еще что-нибудь. Особенно ночью, чтобы были светлячки. Потому что, да, растительность без опыления невозможна, но в той форме, в которой она на планете Земля существует. А так-то, да, здесь у нас главный герой сюда отправлен с целью терраформирования, чтобы планета стала пригодной для проживания именно людей. Так ведь? Так, лед нам еще, не знаю, такие запасы уже льда сделала, но пусть будет еще. Пусть будет еще. сколько у нас все. Битком. Спасибо огромное, ребята, за залив куманы. Что за? Люкатор шутит, что однажды на этой планете мы начнем разводить хомячков и лохов. Ох уж, эти шутники. с их шуточками. Все, пойдем сейчас запускать тогда. Три там, да? Три, две и ракета. Начнем. Герой у нас заключенный, да? Собственно, покинуть это место он может только по завершении своей миссии. И то мы не знаем, так ли это. Правда ли это? Ну что, запускаем вот эту ракету и запускаем ракету заодно сразу и вот такую. сейчас, где она тут у нас? Ту, которую залили вчера нам применили. Ура, поехали! веке. ну и теперь к нам должны лететь метеориты и новые зрители вместе с ними я думаю да чисто так теоретически может быть не факт конечно но будем надеяться что кто-нибудь к нам еще зайдет привет всем кто присоединяется а мы банка есть одна пытаемся посмотреть все места нам гасит прямо у нас в нашу постройки но по-прежнему разрушение никакого нет фокусник спасибо огроменную какая красота это что-то новенькая вот это да и в чате у нас тоже праздник практически радость мы не боимся всего этого потому что нас она не гасит уран да спасибо большущие всем за касты маны так кислород надо ждать пока теперь я надеюсь что вот они хоть немножечко бы видоизменили вот вот это вот все потому что чтобы быстрее разваливались осколки метеоритов чтобы можно было добывать быстрее как то что ничего не видно они тут ухитрились тоже осуществить мероприятие по задержке геймплея на потому что все витком 1 штак 4 сколько там по максимуму их должно быть я уже не помню то ли 5 то ли 6 то ли может быть даже и больше но фиг поймешь это типа центральный он тут просто светится под ним он там лежит но я туда не могу забраться или могу или от самогла 5 есть да это в этом месте куда еще подали без понятия теперь надо бегать и искать куда еще они грохнули один точно совершенно вот туда грохнулся он там помыть светится что-то да в этих местах больше не вижу кислород пойду подышу уран прилетающий с неба ни черта не видно все завалило где бы еще кусочек бы найти да неудобняк не они по-прежнему довольно долго валяются просто метеорит которые прилетают разваливаются практически сразу же на части но они и не несут ничего а здесь нам накидала и ходи ищи черта тоже не видно так продышаться очень мало очень-очень мало получилось добыть вдруг с водой мне не надо а вот кислородный надо сделать выложу пока и подождем пока они тогда должны он там еще валяются подождем чуточку они немножечко времени там минут пять по моему и рассыпаются а сами сам уран или ну там те ресурсы которые приходят с астероидами прилетают чуть дольше лежат так как будет проще добывать и пока мы ждем и я тут запущу попробую по крайней мере и ящик с сокровищами сделала для вас еще на одну подписку так а вы уже всю свою ману закастовали до так но тогда хотя бы сейчас посмотрим сколько сколько можно поставить так чтобы это было ну вот так хотя бы да так что там задание как это все не просто вот это наверно получится для нас до или нет не уверена в общем пробую вот такой вариант одна подписка на два часа я ее специально делаю так чтобы могли участвовать те ребята из наших которые уже несколько дней являются постоянными зрителями как минимум надеюсь надеюсь что получится не знаю в общем пробуем так значит чего-нибудь съесть и тогда можно двигаться вперед искать я надеюсь они там не пропали ресурсики да очень жалко что заранее нельзя настраивать можно только в процессе эфира мне тоже это крайне не нравится почему так сделано не знаю но помним о том что сама платформа трога находится тоже в раннем доступе продолжают они ее видимо как-то разрабатывать и возможно поэтому тут все так да мне тоже не нравится что приходится тратить время в процессе стрима стоять как бы ничего вот только этим заниматься несколько минут пока все это настроится так я надеюсь что да получается принимать участие вот в этом вот розыгрыше этого этой подписки только тем зрителям которые там был выбор как минимум три дня являются уже с нажатой кнопочкой отслеживать то есть постоянными зрителями специально я сделала именно так можно перерыв делать ну типа да но как бы я люблю когда можно заранее все подготовить они вот так вот непонятно когда и как это значит был второй до всего их должно быть штук 5 на площадь когда они летели сейчас вдохну и раскидаем если удастся собрать вот хотя бы полный шкафчик это было бы очень хорошо если получится идем дальше лена ты не спеша делаешь троформирование ну да ну как не спеша я стараюсь так чтобы она продвигалась как это еще выразить словами правильно относительно не спеша как бы выше головы ты не прыгнишь все равно время на поиск ресурсов по-любому нужен нужно тратить за просто так не или из из ничего же не поставишь ничего привет ребят всем кто присоединяется принимайте участие наши постоянные зрителя в розыгрыше подписки видимо где-то наверно пять кусочков получается добыть до с одного нет не пролезть а здесь а здесь да вот это сколько пять и больше походу ни с одного мы не нашли до по 5 не оказалось что должно быть больше ну так тоже неплохо кислород есть нашла как поставить три дня просмотра да я там вот сейчас сковырялась ковырялась и обнаружила там просто два типа есть получается для всех зрителей отдельно и для и там не было таких настроек и уже для постоянных тоже это прям хорошо что они такую возможность предоставляют да мне кажется вот туда еще вот этот мы забрали вон там вот там еще не были и еще тут костян рассказывает что мне еще нужно сделать то спасибо большое имеется ввиду в игре но я в нее играл в раннем доступе она не сильно отличается весь прогресс от того который был тогда поэтому я знаю что сначала мне нужна энергию потому что все агрегаты которые мы здесь ставим питаются энергией и поэтому я не могу сразу подряд ставить все что мне нужно именно для терраформирования прежде чем не не запитаю все поэтому раз был разбрасыватель семян я сейчас не поставлю помимо того что на него нужны ресурсы определенные еще и энергия нужно вот для этого я и собираю уран чтобы поставить и ядерный реактор и и потом тогда я смогу так ну раз два три четыре что-то более-менее на не то чтобы очень много на пока хватит пойдем посмотрим добылся ли алюминий за это время думаю что наверное вряд ли прям в каких-то количествах но если хотя бы кусочек туда ну вот два кусочка на полную эту штуку вот так вот при этом надо ходить и освобождать иначе он добывает все подряд все подряд добывает и не то что надо по сути да титан здесь нам явно нужно будет знаете что измельчитель нам будет здесь нужен потому что лишние ресурсы нафиг не нужны пока девать их некуда разве что выбрасывать на землю просто есть где-нибудь поблизости лед или нет или я уже побегу тогда туда наверное просто придется сбрасывать на землю освобождая пространство потому что но это я заберу в будущем я имею ввиду переработчика пока нет который просто уничтожает что там роман говорит как катастрофа строго что такое стоило бокс построить и стала прогружаться видимо стримеров становится все больше и больше на площадка не справляется может и так ребятам но они должны радоваться и делать возможное но у них что-то как-то отваливается то одно то второе это там внутри настройках уже были проблемы прям вот вот уже за эти полторы недели какие-то такие типа ссылки не туда ведут куда должны или в общем криворучки в деле так вот дальше мы значит делаем опять таки в первую очередь ракетное двигло и иридио и стержень до уран наколбасили посмотрим во первых мне нужны вот эти штуки так далеко ли нам до следующего разбрасывателя травы где он там открывается здесь вот этот вот а биомасса у нас еще по нулям биолаборатория 865 g где это у нас вообще это биомасса она у нас вообще пока не вырабатывается на ну да потому что для нее мы все-таки должны ставить разбрасыватели сначала тогда мы если у меня есть суперсплав меня его нет и мне его надо делать или идти добывать да я помню куда на это далеко 9 урана сейчас надо очень аккуратно это все делать чтобы не потратить лишнее сейчас меньше пролагов давно это хорошо единственное что между нами такая задержка начинает из-за этих пролагов быть что но больше там то минута накапливается то еще больше это конечно совсем не прикольно еще один суперсплав и две бутылки с водой так бабаха и мало сюда он если нет нет не влезет на ровничком не влазит потому что у нас тут кто-то занимает много места сейчас будем переставлять чтобы было все красивенько сюда вам тут он тут бурты 3 вот где-нибудь здесь тогда что теперь энергии 101 доступно сколько живет у нас 13 нормально вода магний алюминий и семя лирмы раз-два только да только два ну ладно пока хотя бы так вот так здесь где-нибудь Будем втыкать. Поехали. Дальше мне нужны вот эти, сколько живут, 15 энергий, алюминий, железо, бутылка воды. Кристи говорит, ох, сколько шкафчиков. А вы думаете, почему я играю в эту игру второй раз? Мне очень нравятся эти шкафчики. А еще мне нравится сочетание как-то вот, вот это вот, ну, визуальное. Стекла такие голубые, такие красивые. Тут все местами. Агрегаты симпатично выглядящие. Так, и что? Где у нас тут? Не ровно. А ровно вставать она не хочет. Потому что там ему что-то мешает. Она будет выступать, да? Ну, ладно. Значит, будем передвигать потом другие штуки. Генератор водорослей получен чертеж. Подождите, какие генератор водорослей, если мы еще не вышли в стадию воды, по-моему. Или уже вышли? В какой мы стадии? Мы уже в жидкую воду и переходим к озерам, ребята. Мы переходим к озерам. Это значит, что лед все, да? Да, озера начались. Надо рассадить. Баклажанчики, кабачочки. И все такое. Опять я забыла, чего там надо больше баклажанов или кабачков. Потом. По-моему, вот этого больше надо. Точно не помню. Поэтому заготавливаю. Так. Теперь. Следующим этапом. Сколько энергии? 14 осталось. Угу. Не густо. А насколько быстро накопление идет? Ну, накопление не быстрое. Совсем не быстрое. Потому что нам нужно увеличивать все. Кислород. Биомасса пошла накапливаться, да. 55 мг. А там сколько надо для начала всего вот этого процесса? О, дофига. Биолаборатория прежде чем откроется. Но ничего. Процесс. Самое главное, чтобы происходил. Спасибо огромное за то, что... Принимайте участие в розыгрыше. И отправляйте ману. Ману. Спасибо огромное, ребята. Лукатор там шутит про сериал Breaking Bad. Что мы тогда... Ну, пока еще рано. Собственно, да. Вот баклажаны, баклажаны. Вот сюда как минимум баклажаны нужны. Самородок биопластика один у нас где-то был. Ну, мы должны дойти до стадии, когда сами сможем это все делать, собирать. Коллектор атмосферный ставить. Суперсплав нужен. Что, надо идти? Во-первых, смотреть, что у нас экстракторы накопили. Да. Пока выложу. Сколько он нам добыл Иридия? Вот я вангую, что его там нисколько. Или два. Или что-то вроде того. Сталкер, привет. Спасибо, что присоединяетесь. Ну и что? Почему сигнал не обнаружен? Идет же транса? Идет трансляция. Что? Ребята, ну все-таки это Трова. Меня только что написал, что... Нет сигнала вообще. Но вижу, что есть. Терпим. Чувствую я, что... Может быть, мы все-таки завтра. Даже, может быть, уже и завтра. Попробуем, может быть. Ну, посмотрим еще. Пока ничего не могу сказать точно. Но, может быть, на ютубе будем дальше стримить, чтобы мне все это не нравится. Конечно. Нет, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Так-то неплохо. Так-то вообще хорошо. Я бы даже сказала. Такими темпами мне нравится. А если их два поставить? Все будет еще быстрее. При необходимости, да? Мы этот пока все забираем. И это мы тоже все забираем. Вот это оставляем здесь. Хорошо. Так, за алюминием. Еще бы на суперсплавы бы посмотреть бы. А он не добывает ли он суперсплав таким же макаром? Туда так далеко будет бегать. Тут и так тоже не близко. Когда нет никакого транспортного средства, бесконечно бегать тоже надоедает. Хочется что-нибудь какого-нибудь развития технологического. А то ракеты запускаем в космос. Сейчас вызывая метеоритный дождь на себя. А вот по поводу байка какой-нибудь. Или ракетный движок мы можем прикрутить к нашему персонажу. Вот этот реактивный ранец. Но он не дает прям скорости выше перемещения, чем мы бежим. Ну или совсем несущественно. Так, что это такое? Не самое. Не самое технологическое. Продвинутое решение вопроса. Что будем делать дальше? Я предлагаю пойти и пособирать еще тогда через пещеру, пойти за суперсплавом. Думаю, да. Нам надо взять тогда еды. Хватит одной, наверное. Кислород и воды. Ну если что там по дороге тоже делать. Насколько я понимаю, у нас пещера уже растаяла там, да? И одна, и вторая. Мы через это пойдем снова тогда. Кофе говорит, у меня все нормально, пока без лагов. И у Кристины тоже. Хорошо, ребята. Там я смотрю на втором экране, но вот, говорю, у меня там в какой-то момент просто пустой экран и пишет, типа, нет соединения. Вообще безобразие. Да, на ютубе тоже время от времени были такие проблемы, но как-то вот в последнее время они полностью решились и не наблюдались. Что-то я лед взяла еще. Не надо столько. А здесь они у нас снова получились. Такие же практически. Так, пока будем ходить, просто чтобы он нам добывал. Мы двигаемся туда. Какие они новые локации добавили, не знаю. Пока еще не дошла ни до одной из тех, в которых мы тогда еще не были уроним в доступе, когда играли. Пока я вижу все то же самое. И я это не трогаю, потому что суперсплав нам нужен. А проходка суперсплава тогда у нас вот отсюда был. Через... Еще не до конца расставила что-то. Место, где куча серы должна была быть и есть. Да, мне надо железы там. Пока серы не беру. И алюминий здесь тоже. И алюминий тоже. Рюкзак Т5. О, это радует. Тогда у нас такого не было расширения. Теперь будет. Чем больше рюкзак, тем больше радости и желания играть в игры у меня всегда. Она так же выглядела, мне кажется, как-то немножко изменилась. Нет? Как будто бы чуточку добавили. Красоты в этот процесс. Посмотрим, что там. Там что-то вон светится. Вошли. Кремний. Все это пока такое условное. В воздухе висит. Как-то откуда энергию берет, неизвестно. Откуда кислород вырабатывает, непонятно. Но это происходит каким-то волшебным образом здесь. И это главное. Так, бутылка воды и кислорода. Нет, кислород с собой. И да, пусть будет тут. Сохраняемся, идем смотреть. Так, это у нас отметка какая-то есть. На юг. На юг. Чтобы мы тут, чё, не заблудились. Да, но по-прежнему суперсплав здесь имеется в наличии. И это хорошо. Пойду пройду сначала в эту сторону. Он у нас тут есть. Должна быть также здесь где-то там. На туз. Направо туда пещера. По-моему. Тоже с чем-то полезным. Пока собираем. В клубах серного дыма. Газа. Суперсплав. Вода подписка. Главное надеть очки. У нас персонаж явно же ходит в... Спецкостюме. А не просто так. Так что ему нормально. Бегу в обратную сторону. И тут у нас тоже осмей. И тут у нас сера. Хорошо. Накопим. Всё. Надо-надо. Надо будет попробовать поставить в лабиринте добывающий этот экстрактор. И посмотреть, чего он... Будет ли он суперсплав добывать. Чип здесь есть. Удобрение. Придётся сюда ещё раз идти. Красивое освещение сделано. Савичка. Какие прям... Ох. Переходы-то цвета. Как я угадала. Прямо напротив пещеры. Так вот. Чип. Да. Мы бы сразу его тут изучили. Если поставим экран. Железо и кремний. Так. Микрочип скорость добычи Т4. Который мы ни один не делали на скорость добычи. Потом можно будет сделать. Насколько увеличивает? На 40%. Это, собственно, скорость подъёма ресурса земли. При помощи этого нашего... В руке находящегося экстрактора. Пойду заберу всё, что там осталось. Осталось тут немного, но... Всё нужно. Больше ничего здесь, да? Так, и с местом у нас всё. И ещё суперсплав. В ту сторону до конца пройтись. Уже раз добываем, то добываем до конца. Всё, зачищаем прям. Всю территорию. Может тут ещё какая-нибудь пещерка будет вряд ли, конечно. Но они обещали какие-то новые места. Новые пещеры обещали. Новые локации. А вот песок красиво такой прям. Сверкает хорошо. И тот, который сверху падает, тоже освещается классно. Не хватает очень в этой игре каких-нибудь хватовок из-под песка, которые внезапно... Ну, в общем, понимаете, да? Слишком всё это стерильно. В плане именно выживания и геймплея. В общем-то, ориентир основной настройку получается, на развитие технологий. Но... Для такого прям захватывающего геймплея тут абсолютно ничего нет. А вот развитие само по себе, да, интересное. Собрали всё, что было. Привет, ребят, всем, кто присоединяется. Большое спасибо за заливку маной. Принимайте участие в розыгрыше подписки. Ну, это касается наших постоянных зрителей. Попить и можно отправляться обратно, да? Хватит мне одного кислорода, чтобы добежать. Надеюсь, что да. Так, мы берём суперсплав. Потом надо будет сюда ещё вернуться. За всем остальным когда-нибудь. Когда оно нам понадобится. Возьмём, наверное, серу, потому что осми у нас там вроде как есть поблизости. Ещё. Ну, в смысле, я принесла его. Вот так. Возвращаюсь. Что-то ночь наступает, что ли? И что за ящик? Ну, потом тоже надо будет этого. Спецэффекты прям тут. Плотность тумана даже какая-то. Как видите, пойдём через эту пещеру. Спасибо огромное. Присоединяйтесь, добрый год. Находятся наши постоянные зрители с ютуба. Я так смотрю, находят нас тут, да? Это радует. Да, эта пещера открыта теперь. Или нет? Или нет? Или я здесь не пройду? Я здесь не пройду. Получается, что мы только с этой стороны можем сюда зайти, да? В эту пещеру сосми. И здесь тоже у нас есть сера. Ладно. Поняла вас. Ещё лёд у нас не растаял, тот, который... На земле уже всё, а тот, который в пещере, ещё нет. Значит, тогда через Иридеевую назад идут. Ещё робота-пылесоса нам тут не хватает, который бы пошёл и... Подобывал вообще всё везде. Приходится самостоятельно осуществлять. Ну, тут ещё много ресурсов. Прибыли. Наверное, сейчас перекинул, чтобы там освободить ящик. Надо вот так было сделать сразу. Бжик. И всё. Вот так вот. Угу. Вот так вот. И тащим. Привет всем, кто присоединяется, ребята. Сейчас тогда посмотрим. О, у нас там уже, смотрите, воды сколько накопилось. Вода накапливается. В общем-то, тогда можно ставить... Или я ещё не могу для водорослей. Добычу водорослей. Мы запустим тогда сейчас этот спутник, который... Картографирование попробуем. Ммм, трава уже пошла расти. Кстати, а где цветочки? Почему здесь только трава без цветочков? Они, может быть, изменили. Вполне возможно, что теперь каждая травка очень по-разному будет выглядеть. Посмотрим. Так, риди. И серо. Раз. Два урана. И ещё два суперсплава. И туда, по-моему, 2-1. А туда только ракетные и два суперсплава. Разы. А, ещё этот. И ещё вот это. Кремний, магний, алюминий. Кремний, магний. Или два магния. Сколько? Два алюминия. Фу, ты. Так. Сейчас мы будем запускать ракету. Ту, которая нам даст доступ к картографированию. Вот этот. GPS-спутник. Полетели. Вжух. И теперь... И теперь у нас есть карта. Но... Что мы видим, что... Никаких новых локаций. Я здесь не наблюдаю. Всё то же самое. Ну, что поделать. Давление надо и кислород увеличивать, да? Тепло. И тепло тоже увеличивать. Что ещё сделаем? Один самородок у нас там был, да? Кажется. Или нет? Или я его не забирала, и он остался где-то там? Ммм... Значит, он где-то у меня... Я его видела, но... Делать мы это не умеем. За алюминием тогда схожу. Ладно. По-хорошему нужно делать ещё, собственно, разбрасывать или... Здесь надо семя лирмы. А это значит, его надо забирать откуда-нибудь вот отсюда. Да? Пестеро. Есть адка у меня, его больше и нет. Вот одно. И вот ещё одно. Да, давайте сделаем ещё тогда два вот таких. Алюминий, магний и семя лирмы, две бутылки воды. Сборщик воды поставить явно нужно. Тоже железокремний, магний, алюминий. Так. Кубальт. Алюминий. Энергия 11. Что у нас с энергией? 13. И... Опять мы упираемся... В то, что нужен будет ещё один ядерный, да? Угу. Три. И что ещё? Две бутылки с водой. А лёд-то у меня не резиновый. Он заканчивается. Мне тоже надо пить. Я вроде думала, что я так запасла много льда, но нифига. Это немного. Это совсем немного, как выясняется. А, я не сделала урановая стишина. А, я не сделала урановая стишина. Мягко-мягко сидеть или лежать, всем, кто лежит или сидит. Кто собирается спать, так приятных снов тоже желаю всем. Вот так. Ещё тогда четыре бутылки воды. Магний-алюминий 2. Лирму оттуда заберём. Оттуда посадим. Пока что 7.0, а потом тоже оттуда заберём. Когда у нас всё уйдёт на улицу, а там будет что-нибудь такое. Не самое красивое. Так, вот так делаем. Меняем местами. Магний ещё один нам нужен. А, подождите. Вот эту штуку надо поставить. Для сбора воды потом, когда появится у нас возможность прям из реки воду забирать, мы его уберём. Слишком большой. Но пусть собирает. Магний-алюминий. Магний-алюминий. Воды. Сюда. И сюда. Ещё два. И смотрим, где у нас там был рюкзак. В каком месте это будет? Вот тут. Т-5. Три суперсплава, один титан. Отлично. Есть у нас. Кстати, как тут созрели. Созрели урожай. Так, больше надо баклажанов, да? По-моему, всё-таки, по крайней мере, пока что. Чем кабачков. Где ещё баклажанчики были? Один. Угу. Так. Что дальше делаем? Значит, это пока нет. Нагреватель пока тоже нет. Цветочки будем выращивать гораздо-гораздо позже. Здесь у нас нового пока ничего больше не появилось. Мы накапливаем просто по возможности, как можно быстрее индекс троформирования, да? Сколько процентов уже пошло? Девять только. Ещё только девять. А после этого, я даже не помню, мох там, наверное, после озёр идёт. Кислород. Тепло. И давление. За алюминием надо сгонять, да? Давайте. Домовенок пропустил. Привет. Первый стрим по игре уже был, да. На ютубе записи. Здесь тоже в разделе видео прошлые трансляции имеются. Но здесь не так наглядно. К сожалению, нельзя картиночки подставлять. Поэтому ориентироваться приходится только по названиям стримов. И они там тоже есть. Кстати, неплохо алюминия добыли нам. Очень даже неплохо. Шкафчик. Да, поставим шкафчик. И рюкзачок пойдём делать. Ну и дальше нужно одно за другое отправлять ракеты. Вот что мне, я всегда говорю в играх, что нравится, что не нравится. Нравится развитие технологий. Не нравится, что очень много беготней и нет автоматизации никакой. Например, вот мы сейчас, для того, чтобы ускорять процесс этой трансформации, нам нужно отправлять регулярно ракеты. И этот весь процесс начинает быть таким слишком репетативным. То есть повторяющимся из раза в раз. Чтобы отправлять ракеты, нужны ресурсы, которые добываешь с ракет. А бегать и их собирать тут по полкарты, ну это не самое весёлое занятие. Не знаю, от меня, например, в лесу, когда есть какая-то... Ну, в играх, в лесу, атмосфера какого-то леса, там птички, что-то там стрекочут, волки нападают время от времени, или сам там как-то что-то делаешь. Есть глазу, за что зацепиться больше. Этот процесс не так запаривает. Это я, например, сейчас вспоминаю игру The Infected, где там стройка, тоже много брёвен добывать, ещё что-то. Но, не знаю, вот есть игры, в которых это не совсем запаривает, даже когда много крабства. А есть игры, в которых надоедает. Вот конкретно в этой, до момента развития запуска ракет, мне всё нравится. Как только мы начинаем запускать ракеты, вот этот процесс мне совсем не нравится. Наверное, потому что не очень удобно собирать эти все прилетающие со стероидов ресурсы, которые очень нужны, из-за того, что они всё время завалены этими камнями, и все эти текстуры как-то выглядят так. Вот это не совсем мне, конечно. Но, посмотреть, что здесь будет дальше, очень хочется. Поэтому мы будем это делать. Что я сделала? Так, господи. Вместо нажать на кнопочку сортируй, нажала на кнопочку переложить. Угу. Надо будет потом почитать, что пишут в стиме по поводу своих впечатлений уже непосредственно от вот этого раннего доступа, в отличие от беты, которая была, ну, отчасти можно сказать, что она была открытой, так даже. Можно было из пролога перейти бесплатно на бета-тест. Ну вот, еще больше у нас рюкзачок, а это хорошо. Добыл ли он сколько-нибудь воды или... вода пошла. Вода пошла. Тогда надо проверять, будет ли у нас добываться суперсплав. Для этого надо будет идти на второй этаж. для этого надо будет построить удобную лестницу, чтобы туда заходить прям по-королевски. Для этого нам нужно будет железо сколько-нибудь. А, я его по дороге собираю, тоже надо. Кислород. Два осьмия иридиевая стержень, суперсплав и имени титан. Семена в рассеивателе вставь, чтобы индекс поднять. Навигатор говорит. Сейчас, подождите, я, может, что-то неправильно поняла. имейте в виду вот сюда. Сюда мы они сразу формируются. Навигатор. В эти тут пока нет смысла особо менять, потому что они совсем немного вырабатывают. Я жду, когда откроется следующее, а для этого нам нужно выращивать биомассу. Потому что вот это у нас кислород, а не биомасса. Биомасса у нас только снаружи. Соответственно, для наращивания биомасса нужно ставить их еще. А они ставят с первого уровня разбрасыватель травы только на семени лирмы. Или же на генераторе удоросли, который мне нужен еще биопластик, который я не могу сделать сейчас. Для этого нам нужно, чтобы открылось еще вот через эту комнату. после того, как у нас тут нарастится нужное количество. Уже, кстати, скоро. Вот будет биолаборатория, и тогда я там смогу дальше наращивать еще больше, а пока нет. PS инф. Добро пожаловать на канал, присоединяйтесь. Привет всем, кто присоединился. Ребята, кто у нас постоянный зритель, смотрите, принимайте участие в розыгрыше, подписки на канал. Она закончится через, да, этот конкурс закончится через час. Там только 21 человек, кто не знает, что это такое. На всякий случай инструкция патрола на баннере под окном просмотра есть, а в общем-то, чтобы принять участие, нужно нажать на кубик, это зелененький кубик под окном просмотра. С правой стороны там три кнопки, каст, спелл, кстати, которые тоже надо нажимать и забирать. Ману, ну, просто нажимаете и ману накапливается при просмотре. Так вот, делаем ириделый стержень. Что у нас с энергией? 61. Жрет он у нас 34. Лестницу. Ну, ночное небо тоже красивое. Пойдем сходим к иридию посмотрим. А тут забираем что-нибудь по дороге, что мне надо будет для еще строительства лестницы железа. А, ну да, она у меня там наверняка будет. Пойнтут там заберу. Я здесь тоже заберу. Костян говорит, что какие-то какие-то будут больше выдавать кислорода вроде бы добавлять биомассу. До следующего уровня. Пока у нас только первый, поэтому вот я теперь зачем-то таскаю, блин, пошла. Зазряю сюда. С лишним в руках. Сейчас я хочу проверить, будет ли добываться суперсплан. В этом обновлении, ну, получается, ранний доступ, в отличие от того, который был в бета-тесте, немножко добавилось изменений и в тех экстракторах, которые были, которые не добывали иридий. Алюминий, по-моему, тоже добывали, но очень-очень мало. Теперь нам страх как бы в тех местах, в которых основной ресурс добывается. Вот, биолаборатория открыта, будем ее изучать. И, соответственно, теперь можно будет так, вот если я сюда залезу через вот это. А, нет. не залезу. Как-то так. Я по стенам, кстати, могу лазить. Прямо, да? Но не везде в текст. Главное, в текстуру не провалиться, да? А здесь что? Вот так вот можно забраться все-таки. Туда я перепрыгну? Нет. И сюда не перепрыгну, что ли? А зачем тогда сюда влезла, если это мне ничего не дает. Перезапустилась, надеюсь, сейчас будет лучше. Единственное, что хорошо у нас тут, что при вот этих вот проблемах мы просто перезапускаем стримы, никуда не надо переходить, как на ютубе, В другое место в какое-то все продолжает работать в том же окне. Ребята, напишите, пожалуйста, кто меня видит, что рефреш странички делаете. а я сама напишу. Что это было, ребята, это был перезапуск, потому что лагает, как видите, поэтому все отлично и без V5. тут просто на всякий случай, кто не это, не увидел и не услышал. Сейчас-то видно, слышно нормально, по крайней мере, я так у себя вижу, что вроде нормально. Так, мы здесь пробуем экстрактор руды, он вообще сюда не ставится, ах, вы какие, а вот же вы какие, товарищи, оказывается, он сюда не ставится, ребята, но я проверила, что здесь это так не работает, да, еще раз смотрю, какое-нибудь может место, нет, 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 никакое место не дает он, тогда, если вниз спуститься, что будет внизу у нас, а я грохнусь, наверное, да, а я сейчас как грохнусь и кислород уже заканчивается, попробую спуститься вот по той штуке, типа, вот так вот, опа-па, ох, получилось, подышать, подышать, надо срочно подышать, где подышать, дайте выход, ало, вон туда, бегу быстрее, кофе говорит, а мне пришлось перезапускать страницу, ну да, я думаю, что в зависимости от либо от браузера, либо от платформы, на которой смотрите, это будет кислород, что ж, суперсплав не добыть в этом месте, на втором этаже он не дает поставить ничего, посмотрим, что в лабиринте, можно ли поставить добывающую лабиринте, внутрь, только за это, наверное, поглубже, я думаю, что здесь он тоже какое-нибудь железо будет, скорее всего, предлагать нам к сбору, да, да, здесь, ребята, железо, значит, суперсплав мы, наверное, не сможем, проверить, конечно, стоит, еще в той области, где мы его собирали, а также глянуть, что у нас в пещерах, где осмей, да, а также там, где у нас сера, чего там будет, ну да, и здесь железо, и здесь железо, хотя вот алюминий тут растет, в уголочках, в каких-то, надо будет эту зону все тоже потом смотреть, открывать, искать. Мы сейчас тогда, я бы хотела по краю карты везде пройти, вот сходить в то место, посмотреть, какое оно новое, не новое. Сейчас тогда вернусь, донесу эти ресурсы, что мы тут накрабили. и пойдем изучать территорию, пока не хочу ракетами заниматься, потому что эта беготня мне не так интересна, как я уже до этого объясняла, чем именно по сбору прилетающих с астероидов ресурсов, чем, собственно, открытие чего-то нового на карте. но вот эти ресурсы, чтобы ставить, чтобы ставить этот экстрактор, мы оставим с собой подтащим, и будем проверять в разных других местах, что еще, где можно добыть, в том числе, может добежать до той пещеры, тоже посмотреть, где осмей мы взяли. Так. А, и у нас, что открылось там? У нас открылось новое место. Вот это. Как раз два осмяя сюда и надо, да? Суперсплав и алюминий. Тогда надо ее куда-нибудь воткнуть, эту штукень. А куда? Вторым этажом, наверх. Чего здесь будет, пока не знаю. Это не принципиально важно, потому что все спокойно разбирается. Единственное, что, какого она? Угу, суперсплав еще один. Какого она размера? Хотелось бы. Ты вот только туда, куда ты его? Так, погоди. Погоди, не торопись. Сюда ты не хочешь. Сюда ты не можешь. Вот, ну вот здесь же где-то ты. Вторым этажом. Угу. Это не есть гуд. Так, да. Может быть, к чему мы тут можем? А вот к этому он может их? Мне кажется, что, наверное, и нет. честно говоря, я так не вижу, чтобы он там присоединил его именно как и сделал проход. Ну-ка. Нет. Нет, нет, нет. Так это не работает. Тогда, тогда нам надо куда-то, куда-то, где-то, либо к этой стенке. А у этой стенки у меня все тоже закрыто. Похоже на то, что нам надо вот в эту сторону, а здесь у нас камни. И сюда это не встанет. Их. А там у меня уже, блин, склады. а здесь куда еще чего можно присомбачить, через какой коридор отдельно. Почему второй этаж он не хочет его ставить? Не понимаю. Почему он и у него ставит на второй этаж? Ну, вернее, можно поставить вторым этажом, получается, да? сюда мне не нравится. А в эту сторону поставишь ты его или нет? Нет, в эту он его не поставит. ох, зараза. Тогда последний вариант это вот сюда. Но это просто будет далеко бежать. 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 А при строительстве стань на бегу пол. Вот сюда она совершенно точно встанет и просто сюда далеко бегать придется. Но ножки качаются. При этом вот у нас самородок биопластика из грибов, которых у нас пока нет. А здесь у нас образцы бактерий, а это какой-то мотоген. По-моему, не было раньше или было? Не помню. Ладно, давайте вот так тогда пока пусть будет. Вторым этажом ему надо к чему-то явно пристыковываться. То есть сначала ставить вот такую вот комнату. Но надо попробовать. Если мы вот здесь бы, если она тут, конечно, вот так воткнется. то есть это раз, это два. Сейчас посмотрим. Тогда второй этаж, говоришь, встать на биокупол, да? Давайте попробуем. Здесь мы ее разобрали. где у него тут что непонятно. Нет, он не хочет. а если изнутри? Ой, извиняюсь. да, вот так вот получилось его сюда воткнуть. Получилось. Хорошо, это будет быстрее проход туда, чем по-другому. А, как-нибудь плотнее поставить ее, эту лестницу. И вот так вот, да? Не то, чтобы самый удобный вариант, но, по крайней мере, зато это будет быстро, туда бегать быстрее, чем было до этого. попить воды. Ребята, отойду на минуточку и продолжим. У нас тут вот такие вот виды в окошечко. А, по-моему, даже можно вот так вот делать. И красота. На минутку отвернусь. 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 Продолжение следует... 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 сходить может еще где-нибудь что-нибудь найдем так что пойдем тогда сейчас до а в ладзец прошел как нам игра гос твои токио а я даже не знаю что это за игра такая меня без понятия а это значит что скорее всего эта игра не имеет отношения к симуляторам выживания потому что я в основном интересуюсь именно симуляторами да правильно я понимаю что это что-то совсем другое кислородную капсулу мы берем с собой там если что мы найдем а вот с водой у нас теперь серьезные ребята сложности именно на карте у нас льда теперь нет поэтому воду мы должны носить с собой кислород не проблема будет на я сейчас возьму еще одну банку возьму еды и мы пойдем в ту сторону исследовать часть где не были ни разу может быть мы там и были просто не было того что я вижу сейчас там стоит такое какая-то еще часть вот вот та арка я не помню чтобы она там стояла раньше пойдем искать ребята кто присоединяется из наших постоянных зрителей идет сейчас розыгрыш подписки принимайте участие 45 минут еще до собственно завершение этого розыгрыша надеюсь удастся всем накопить из наших постоянных зрителей необходимое количество мы вам 200 я по вам поставила насколько этом поставил этой задание тут у нас пусто здесь у нас вот это все перекладываем и что этот раз у три алюминия только на ладно нам нужно железо нам нужно немножко кремния и нам нужно немножко титана я же хотела проверить везде ставить эту штуку смотреть что добывается и не взяла я ну ладно мы сейчас эту сторону идем так что блин только вот ночь наступила это не прикольно вот здесь ни разу еще не ходила с этой стороны пойду посмотрю может тут какие-то ящики а в этих ящиках что-нибудь еще нам нужно я может быть будет что потопчемся тут вокруг тут тоже начинает вода образовываться в уголочках главное тут нигде не встрять так чтобы не выбраться тут ничего вроде не наблюдается больше никаких сундуков пойдем туда быстро проходит ночь это здорово всем здравствуйте космического стрима и неземного просмотра лави привет дима спасибо огромное да я такую конструкцию не помню какие-то звездные врата прям а вот это возможно именно то что добавили они сказали что тут будут обломки каких-то конструкций древних якобы так-то виды неплохие в этой игре а еще бы текстурах завезли посимпатичнее было бы вообще шикарно и что тут они просто разломаны да и ничего тут они просто разломаны это значит что их вряд ли восстановить можно да так же как и обломки кораблей но вот это пока единственное что я обнаружила тут на этой карте нового может еще с какой-нибудь стороны где-нибудь что то есть про какие еще пещеры они говорили не знаю но туда дальше смотрите тут еще есть куда побегать правда бегать не и заниматься не самое интересное когда не знаешь что там есть или нет что-нибудь так и что тут вообще ничего просто обломки накидали и все вот нет куда-то можно зайти мы поставим себе как обычно титан нужен хо-хо-хо а здесь он есть будь до не запасла все что на вы ищем железо это чтобы делать кислород если надо будет сейчас мне надо еще железом в греймилд добавили 40 ножку моя мрачки а уже он доступен что ли ира он уже доступен чтобы большая она 40 ножка то еду я взяла одно только отлично то есть ребята можно сразу сказать что если завтра у нас все получится мы пойдем в обновление гринхэлла смотреть вместе с нашими замечательными модераторами ирины и кристиной крика в женских будет много анонс прямо до завтрашнего всего что у нас тут ничего прям такого ценно-полезного но заберем семя тускай чертеж микрочипа сюда не пройти кислород одна банка есть накидывает много семян накидывает много семян и в принципе неплохо он смотрите по другим ресурсам тоже на вот так далеко отсюда выходить и выносить эти ресурсы вот так далеко отсюда выходить и выносить эти ресурсы ух не хватает тут возможности чтобы у нас все это как-то стаки складывалось очень-очень очень-очень этого не хватает а подождите чип что там был за чип и что нам надо чтобы его железокремний что это за чип такой гпс спутник т2 а может быть а вот что нам откроет доступ дали к расширению карты может быть может быть все может быть идем смотреть дальше а когда мы туда ходили до с этой стороны у нас еще один чип и эта штука не разбирается да вот это вот дальше там и нет ничего в шкафчике не видно шкафчик не виден здесь забрали нагреватель т2 разобрать забрать с собой новых семян пока никаких не дает нам мне такое ощущение что я здесь рискую заблудиться вот мы нашли какой-то вход куда-то там в глубины чего-то надо будет обязательно туда сходить но ой ты боже реактор т2 ядерный получено как это было неожиданно здесь забрали туда направо что тогда получается этот собрали что у нас тут еще один чип и здесь тоже у нас есть реактор термоядерного синтеза кислород если что есть сегодня состоялось открытие врат космического искривления на его постройку ушло два года и наконец мы смогли бы легко добраться до сектора изи циал прайм но как только мы включили главный энергетический реактор все пошло не так энергия сразу упала все реакторы стабилизаторы сломались через несколько минут космический корабль необъяснимым образом притянулся к ближайшей планете мы испробовали все чтобы исправить это но кажется ничего не поделать весь экипаж сбежал через спасательные капсулы я подал сигнал бедствия я тоже собираюсь в свою капсулу какая потеря все эти месяцы работы будут потеряны я не могу понять что произошло этого не должно было случиться год 3034 что-то у них пошло не так вот еще один шкафчик как раз еще одной еще одним чертежиком тут были там были так осталось получается туда внутрь сходить да здесь вроде как все посмотрели двери никуда больше не открываются на интересно интересно три еще чертежиком сапоги ловкости т3 витрина тоже не было такого большой жилой отсек у нас тоже не было такого круто сапоги ловкости т3 взрывчатый порошок будут требовать от нас сколько дают плюс 45 скорость перемещения вот это уже интересно нам сейчас надо будет возвращаться и делать ракетные двигатели себе что за большая комната железо суперсплава нужна вода больше желает селк еще больший надо будет ставить смотреть на него тогда кислород вода с собой пойдем посмотрим что там за пещерам если что еда тоже есть 40 не знаю надолго ли это будет надо сейчас тут пособирать сделать себе запас кислорода раз два три четыре пять шесть восемь восемь иван горит вспомнились сапоги ослепляющей скорости из марвинда а я не помню такие я не очень играла тогда еще смысле марвинд немного начала на целиком и полностью не играла и практически ничего не помню что там тогда у нас осталась последняя бутылка с водой до есть еще одна хорошо значит на обратной дороге если что у нас будет вода куда там надо было идти я уже и не помню в левый угол куда-то вот в этот вот левый угол здесь это шахта не новые видели меня я собралась исследовать пещеру а здесь что здесь просто ящиков в я думала тут лабиринт будет какой-нибудь подземной еще какие-нибудь может быть тайны и какие-нибудь тут знания мы найдем приобретем что-нибудь для исследования все ничего тут больше нет вот блин я собираюсь собиралась с собой вы видели как я собиралась но увы в этом плане игра конечно не блещет разнообразием как там фантазия в этом отношении пещеры очень простенькие просто углубление и на этом все хорошо мы берем только самое ценное вот отсюда и все равно мы все не заберем потому что потому что увы и никаких грибов семян мы здесь тоже не нашли алюминием не нужен ну как-то так двинулись в обратную сторону а если я сюда пойду интересно посмотреть через вот это вот место куда она меня приведет или или не стоит так рисковать наверно не стоит пока что и вот там роман как раз таки очень хорошо помнить что такое сапоги ослепляющей скорости колечко левитации плюс эти сапоги взлетел и по карте как по приборам до круто 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 ну тогда сейчас посмотрим если нам хватит ресурсов сделаем себе тоже тут сапоги скорохода и надо будет вторую ракету поставить тоже если есть из чего ее делать посмотреть что она даст я так понимаю что просто расширение наверно зоны показа карты она скорее всего должна давать и не более того но мало ли чего еще роман говорит пока бежишь ничего не видно кроме мини карты а поэтому она ослепляющая скорость да что у меня тут ничего ценно полезного идем дальше фута напугали это моя это задняя часть моего добывающего агрегата что это кто это там сверкает красным неужели неужели прилетели роботы нас воевать у нас тут дела вот сюда возвращаться потом очень здесь не хватает еще какого-нибудь вот возможности забирать ресурсы удаленно из этих мест добывающих каким-нибудь волшебным образом бы прибыли сюда смот поэтому как раз самородок биопластика раздобыли значит мы сможем поставить генератор в отрасли да баклажан бутылка воды магний магний баклажан бутылка воды где тут поближе воткнули что значит здесь реактивный ранец т2 на требует от нас ракетное двигло сюда 2 надо ох дорого это дорого 2 4 2 но очень хочется приобрести их титан титан первый у смеи алюминий блин сейчас еще кажется что у смея как раз нет одного да а как раз а алюминием я уже был в руках и активный ранец т2 сделано теперь сможем летать ну ка ну а бегаем мы бегаем мало так а летаем но побыстрее да побыстрее летаем поднимая клубы пыли тоже неплохо так спасибо огромное за розочку и ребята всем кто присоединяется также присоединяйтесь к нашему каналу на ю тубе и в дискорде если вы еще не там с нами перерабатывающую машину энергию жрет а сколько у меня кстати энергии 770 маловато будет а мы сделать можем сколько он дает 331 энергии да а здесь 86 но 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 да если мы перерабатываем 23 разбираем и делаем один то это выгоднее только нам нужен порошок а порошок делается из серы и иридия да давайте мы такой один поставим это будет выгоднее разберем 3 поставим один будет больше давать нам блин две серы ох да ищ так супер сплав а мы когда эти ставим там есть супер сплав да да и бутылки воды у нас вернуться они интересно или нет у нас их тут как раз три дома сейчас все три четыре три разбираем сейчас все заткнется раз два место есть еще три все поместилось да и вот тут вот втыкаем один который будет а гуга какой кузатенький тыщ красавец а я не помню были у нас такие наверное были тогда дальше смотрим что у нас теперь выгодали немножко да выгодали еще мы ждем дальнейшего собственно наращивание потенциала энергетического и всего остального больше ничего у нас кроме собственно этой комнаты но пока я не вижу смысла в нее тут вкидываться и в декорации тоже потому что у нас важнее всего развития для этого нам нужно смотреть что мы могли бы еще сделать до нагреватель т3 озера ну тут уж те конечно медленновато все это идет нам по-хорошему надо запустить чего тут у нас меньше вот так что у нас тоже пошла в накопление только посмотрю как у нас здесь дальше следующее 25 килограммов генератора в отрасли 2 ракета с биомассой 179 вот это на 500 на 500 открываются только продукты питания и здесь 65 тонн нужно накопить ей сколько генератор водорослей производят 06 в секунду да прогресс конечно а здесь нагреватель т4 кстати что тут что там можно открывать их что то я не очень понимаю что у нас тут сборщик озерной воды следующее пульсирующий кварц что это такое не знаю ракета для распространения семян это еще все тоже очень очень не скоро ребята вот этот биокупол надо ждать на 12 вот он нам поможет вот здесь у нас дальше тоже распространитель семян 2 500 ой 2 50 давление надо увеличивать да тут будет экстрактор газа экстрактор руду т2 а кстати теперь да а вот здесь будет генератор ядерного синтеза и бурты 4 давление увеличивает хорошо тогда особо можно тут не париться дальше исследовать карту накопиться рано или поздно запустить пару ракет чтобы увеличить индекс да как то так привет крещет привет ребята всем кто присоединился большое спасибо за заливку мана дмитрий там он прям такими темпами ничего себе накопилось у кого-то спасибо огромное сколько вы там уже заливали то а подождите так кто уже ничего себе вы накопили уже мы на 250 начинаем наливать ух вот эта скорость вот это поворот и конечно вы да скоростные ребята активные большое при большое спасибо всем так да нам что-то пораскладывать супер сплав сколько то его надо будет нам сейчас да уран иридий один есть раз два три четыре пять шесть семь восемь девять еще один делаем стержень сейчас пойдем смотреть я же хотела глянуть еще что там за чертеж спутниковая спутниковая руки как она там спутника общем 2 до без лучше геолокацию 2 микро типа компас запустим кремнием магний 2 алюминия так да вроде бы так идем смотреть и что нам это даст самое главное чтобы это что-нибудь очень полезное нам дало у ты по моему были синенькие панели а так визуально она больше ничем не отличается по моему да полетела так тогда смотрим это ничего не удает здесь глобальный бонус генерации тепла это уран глобальный бонус генерации давления передей ну да собственно он просто дал нам расширение карты и на этом все причем то область куда мы сбегали и посмотрели этот разрушенный разрушены эти врата он даже не отображает так что толку от этого ноль по большому счету и по-хорошему тратится сюда знаю уже не имело смысла так то но я же все забыла как обычно так что поэтому уже уже вот так вот появилась ли у нас еще лирма да есть одна так что мы поставим еще один магний алюминий вода поставим еще один где-нибудь 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 тут чтобы у нас травка там тоже росла под полом вот попить поесть Вот эти генераторы на иридевых стенах В принципе, получается, что 3, тепло 4,5, а здесь выработка тепла 28, но при этом энергия, он живет 17. Хорошему надо бы таких поставить, 65, то есть штучки 3, и было бы неплохо. Да. Но для этого нам надо сходить за ириди. И, в общем-то, еще и ириди, наверное, снарядить было бы неплохо ракетам. Но все всегда выпирается еще и суперсплавы. Три кремния туда надо. Давайте ириди вы запустим. Не потому что нам прям так нужен ириди, а потому что нам нужен бонус к выработке давления. Вот, коэффициент давления 1000%. Вот, и сейчас мы будем стоять и считать, сколько их прилетит к нам. Если я все правильно поняла, ребята, у нас прилет ракет рассчитывается относительно нашего персонажа. Вернее, ну, не ракет, извиняюсь, астероидов этих, метеоритов. Раз. Думай, какая зелень. Привет, Расти. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Восемь. Посчитали. Мне кажется, их всегда одинаковое количество. Из каждого получается по пять. Да, теперь. И это значит, что мы должны все это пойти и залутать теперь. Хочется, не хочется этим заниматься. Придется. Здесь у нас шесть. И оно, конечно, теперь под водой. Но. Мы умеем над ней летать. И здесь у нас тоже. О, какие-то бульки появились. Я не помню, были тогда у нас такого. Булька не или не было. Фиг, что увидишь, куда она тут грохнулась. Куда она грохнулась? Вон туда. Далеко. Ну, собираем. Ну, собираем. Строение. Флаймер. Спасибо. Огромное, Расти. Пять. А, нет. Смотрите. Вон даже и шесть. Ммм. Может и Ридия больше падает или я тогда плохо как-то так находила это все. Так-то смотрите, что шесть кусочков. Ну, и кажется, все. Ладно, ну, допустим, по шесть. Хорошо. Ищу следующее место. Вот оно. Сколько у нас там? Пять минут, ребята, до завершения розыгрыша подписки для наших постоянных зрителей. Кто еще не принял участие и у кого есть мана, принимайте. Три. Да? Четыре. Вот неудобняк искать. Этих. Вот это мне вообще не нравится. Среди тех груд. А ждать пока они рассыпятся и возвращаться потом еще раз. Пропадает, по-моему, их тоже часть какая-то пропадает. Не уверена, конечно, но есть такая вероятность, что-то осталось на земле. В общем, вот это вот, вот это мне совсем не нравится. Именно потому, что один раз это сделаешь, когда еще ладно, а вот постоянно этим заниматься вообще не хочется. Потому что что? Лень. И вообще я не люблю крабство, крабское в играх. А этот, эта механика, она не интересная, ну, для повторения. Слишком. Слишком. Однообразно. Так что вот это считаю в некоторой степени минусом игры. Но он такой нельзя сказать, что прям кому как, наверное. Если не весь этот сам процесс рассматривать как такой медитативный, потому что игра именно такая. Перед нами особых вызовов не ставят просто. Просто стройка, просто терраформирование, изучение всего этого, накопление. Тогда, да. Так, чуть-чуть, чуточку получается немножко такое. Скучноватость конкретно этого мероприятия лично для меня. Если бы тут надо было с кем-нибудь еще посражаться или какие-то тут еще сложности перед нами были бы именно, ну, не знаю, там жара какая-то или рядом с этим, с местом падения хоть что-нибудь еще бы немножечко для разнообразия. Ну, это я к тому, что один, например, метеорит прилетающий был бы там этот урановый, какой-нибудь фанил бы, нам бы надо было что-то там еще готовить для себя и как-то тут сражаться с радиацией. Но всего этого нет, отсутствует. А вот как это все выглядит, и как появляется травка зеленая, и как вода у нас тут разливается и дожди идут, вот это мне все нравится. Попить водички. Сколько получилось? 15, 16, 17, 1 я не нашла где-то явно. Это было 3 из 8, да? 3 из 8. А мне уже надоело, честно. Ну, что поделать надо-надо, потому что от этого зависит у нас дальнейшее все развитие. Я, может быть, еще тоже вне стрима, а может быть, на какой-то дневной запущусь пособирать. Да, понакапливать, потому что хотелось бы добраться до уже деревьев, а это будет очень не быстро. Потому что все время нужно вот эти вот ракеты отправлять наверх, чтобы они нам давали прирост к именно времени, к скорости, вернее, троформации. Вот, и тут только 4, и я больше не вижу. И я больше не вижу. Вижу, что оно там есть. А здесь-то где? Вот пятый, да? Но должен быть еще. И шестой тоже есть. Все-таки здесь иридия по 6. Надо будет потом также засечь с ураном. Урана, по-моему, по 5 все-таки получалось только. Это был четвертый, да? Значит, это пятый раз, два, три. Всегда бы так. И нет, нет, не подступиться к нему, ребята. Или подступиться. Или подступиться. Еще светится что-то. А я без кислорода пошла. Вот я. Молодец какая. Все, так, собрано. отлетать мне нравится. Забили. Угу. Пять. Значит, осталось три. Все три они где-то грохнулись там, да. не сохранится ли мне один туда улетела ли даже 2 с этой стороны не помню этот мы посмотрели да вот один там не видно 2 опять у нас большая разница трансляция с такой задержка идет больше наверно минуты обидно что такие происходят 6 есть здесь дан еще грохнулась а вот здесь видите все они уже получается 1 1 вот так удобно вот так удобно собирать вот так я согласна в но ну и что кто у нас виконт выиграл да поздравляем а где еще один грохнул еще же один должен быть перезагрузилась напишите пожалуйста тоже счет если что рефреш чтобы делали но по ходу у нас потери 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 отвалилась она уже третий раз отваливается я перезагружаю но по ходу по ходу проблема водоросли заберу ладно они нам нужны рефреш да сделайте пожалуйста ребята напишите а уже написали спасибо огромное да написали ну блин неприятно это тогда что давайте может быть завтра действительно попробую то вернемся на этот на ютубе проведем трансляцию здесь я тогда тоже напишу про это не хотелось бы чтобы у нас в коопе завтра вот такое вот все это было растут раз за разом я убеждена все таки что это не от меня потому что у меня ну вроде все нормально из пингом и с закачкой из так надо зайти внутрь а вот распространитель семян два да мы его дождались мы его дождались давайте я же я снова перезапускаюсь в надежде что может мы куда-нибудь попадем в какой-нибудь канал который будет нормально работать то что я запускаю и есть и потом сразу он отваливается просто скорость и рубится сразу же и и вот прямо да прям сразу же а посмотрите пожалуйста ребята кто меня слышит у других русскоязычных есть проблема или нет то что если вдруг это только у меня то мне надо будет тогда выяснять это с с кем-то из поддержки моего провайдера но скажем так если вот завтра мы пойдем на youtube и там будет все нормально то тоже понятное дело что не от этого что не от этого обидно то как а сейчас еще посмотрю куда-нибудь какой-нибудь мы сейчас посмотрим бейджин например на китай прямо на что нам покажет до китая но похоже да что на на китае связь отсутствует похоже на то да 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 есть ребята с китаем связь есть но с пингом 478 и со скоростью в 3 включил другого стримера там все ровно да не у кого таких лагов нет подвисает у меня именно выясняем тогда дальше ну вот я сейчас на китай короче попробовала до до китая нет связи на москву связь прекрасно значит это какой-то магистральный скорее всего кота на котором висит мой местный видимо так